Я искренне, от всего сердца поздравляю всех прокуроров, всех коллег с профессиональным праздником, днём работника Российской прокуратуры, который мы в Крыму отмечаем впервые 12 января. Почти три столетия назад на территории огромной величественной Российской империи Пётр I очередил новый государственный институт для надзора за соблюдением закона. Основное предназначение прокуратуры во все времена остаётся неизменным. Это обеспечение верховенства права, защита прав и интересов человека. В России прокуратура выступает одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. Так есть и так будет всегда. Российская прокуратура стоит на защите интересов личности и государственных интересов. Именно в прокуратуру обращаются люди совершенно по различным вопросам, начиная от самых мелких бытовых и заканчивая грандиозными жизненно важными проблемами. Прокуратура ведёт процесс реабилитации жертв политических репрессий, что также очень важно для восстановления справедливости именно сегодня, в наше время. 2014 год стал для каждого из нас экзаменом на прочность, который мы прошли, сохранив при этом честь и достоинство. Мы не остались в стороне молчаливо наблюдать за торжеством непонятной демократии, позволяющей убивать, грабить, разрушать, делить детей на наших и не наших. Открыто заявлять, что не наши будут сидеть в подвалах, нагло менять историю великой победы над фашизмом и перекладывать свои проблемы с больной головы на здоровую. Совместными усилиями с правоохранительными органами и органами исполнительной власти республики мы смогли обеспечить соблюдение верховенства права на территории республики в самый ответственный для неё момент, момент становления, момент исторической справедливости, момент возвращения домой, на родину, в родную гавань, в Россию. Я хочу поблагодарить каждого прокурора за вашу самоотверженность, за вашу решительность, за вашу храбрость, за вашу смелость и за вашу поддержку. Судьба каждого из вас уже есть частью истории российской прокуратуры. Прокуратура республики во время переходного периода стала самым первым федеральным органом, который полностью сформировал кадры и полноценно стал работать. На высоком уровне налажено взаимодействие со всеми правоохранительными и государственными органами республики. Безусловно, сегодня отмечаем праздник наш профессиональный не только мы, прокуроры, но и наши семьи, которые проявляют невероятную терпимость и поддержку в нашем деле, в нашей службе, в нашем святом долге. Кроме того, от лица всех прокуроров нашего коллектива хочу поздравить ветеранов и пожелать крепкого здоровья и долголетия. Уважаемые ветераны, мы равняемся на вас. И те победы, те ваши светлые дела, мы не позволим никому поставить под сомнение, либо позабыть. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за все, что было достигнуто нами. Ведь то, что ждет нас впереди, зависит от того, что уже сделано. А сделано сегодня немало. Прежде всего, мы смогли сохранить честь и достоинство. Мы стали одной единой командой, способной эффективно выполнять поставленные государством задачи. Общими усилиями в республике, без нарушений, были проведены первые выборы регионального и муниципального уровней в единый день голосования 14 сентября. Благодаря прокурорскому вмешательству восстановлены в правах более миллиона вкладчиков Приватбанка, Ощадбанка, которым выплачены около 30 миллиардов рублей. Прокурорами проведена колоссальная работа в сфере противодействия экстремизма во имя укрепления гармонии и согласия в многонациональном Крыму. Наши совместные действия и дальше будут направлены на то, чтобы люди, независимо от своей этнической, религиозной принадлежности, осознавали себя гражданами единой страны. А некоторым элементам и отголоскам радикальных сил здесь не место, шансов у них нет. Заявляю, что темпа снижать мы не будем, поэтому с каждым днем мы должны становиться более сплоченными и более сильными. Еще хочу отметить высокий спортивный дух нашего прокурорского коллектива, команды спортсменов и болельщиков, которые за счет своего характера уже в первом соревновании спартакиады в Сочи завоевали и привезли домой золотую и серебряную медали. Я желаю вам новых побед, достойных и благородных. Ну и поскольку мы все еще находимся в атмосфере новогодних и рождественских праздников, несколько слов я хочу сказать, что наступивший 2015 год знаменуется годом Владимира Великого. Владимира Великого, который именно в Крыму крестился и крестил Матушку Русь. 2015 год. В этом году мы еще будем праздновать еще одно главное событие, это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Будучи офицерами, мы из поколения в поколение будем передавать в память о бессмертных подвигах тех, кто первым поднимался в атаку, кто прикрывался бой от убийственного огня однополчанина, кто стоял насмерть на поле боя, кто не предал веры, проявил мужество и героизм. 25 миллионов жертв, которые Советский Союз понес. Ничто не забыто, никто не забыт. Сегодня в торжественном концерте будут выступать наши дети, дети сотрудников прокуратуры Республики Крым, которых мы учим чтить светлую память наших героев, любить и защищать Россию, быть патриотами. Это наш долг. Я желаю всем нам иметь достаточную силу духа, чтобы быть способными достойно нести высокое звание российского прокурора, офицера, защищать светлую память наших героев, нашу историю, наши традиции, нашу веру, быть настоящими патриотами и защитниками нашей святой России. Хочу отдельно выразить искреннюю признательность и благодарность за поздравление, поддержку и высокую оценку работы прокуратуры Республики, главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову, председателю Государственного Совета Республики Крым Константинову Владимиру Андреевичу. Хочу заверить вас, что мы и впредь будем эффективно работать по защите интересов граждан Республики и являться надежной защитой и опорой российского государства в Крыму. Уважаемые прокуроры, примите искреннее поздравление и пожелание новых побед в прокурорской службе. С праздником всех вас! С праздником, уважаемые прокуроры, уважаемые ветераны! С праздником!